Здравствуйте! Репортеры программы «Республика» и я, Ольга Алексеева, о главном в Чебоксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ядрине построят новые очистные сооружения и рекультивируют мусорную свалку, которой уже больше 40 лет. Решения этих вопросов местные ждут уже не одно десятилетие. Нечистоты стекают в реки Сура и Волга, отравляют прилегающие земли. Экологи заявляют, катастрофа неизбежна. Этот полигон в 2012 году официально закрыли. Мусор сваливать было попросту негде. Рекультивации пришлось ждать 10 лет. Теперь разработана проектно-сметная документация. До начала активной фазы работ свалку законсервируют по федеральной программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Обойдется это в 36 миллионов рублей. На следующий год уже на этом месте будет красивый курган. Это будет и красиво, и чисто, и самое главное – безопасно. Другая главная экологическая проблема – это очистные. К сожалению, тоже это связано с тем, что действующие очистные, они исторически являются недостроенным объектом. И, очевидно, не выполняют функции нормальной очистки стоков, ну и от чего страдает река Сура, дальше уже Волга. У нас на сегодняшний день уже активно реализовываются мероприятия по проектированию нового объекта очистных. И на следующий год уже запланирование денежных средств на то, чтобы построить очистные, новые очистные. Очистные в Ядрине построят по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Синхронизация региональных и федеральных программ дает ощутимый эффект в развитии региона в целом. Сейчас таким образом в Ядрине капитально ремонтируют самую большую школу в районе. Износ здания был более 50%. Обновляют кровлю, фасад, меняют водопровод, канализацию, систему электроснабжения и пожарной сигнализации. Одновременно в рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» капитально ремонтируют спортивный зал. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Промышленные предприятия «Чувашии» могут рассчитывать на господдержку при покупке оборудования в лизинг. Максимальная сумма субсидий – 10 миллионов рублей. Такой проект постановления принял сегодня региональный кабинет министров. На господдержку могут рассчитывать только предприятия, которые выполняют несколько условий. Работают на территории республики и вкладывают прибыль в развитие производства. В частности, покупают новое отечественное оборудование. Увеличивают зарплаты сотрудникам и создают новые рабочие места. О республиканском бюджете Чувашской республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. На возмещение промышленным предприятиям в части затрат на уплату первого взноса, авансы при заключении договора оборудования с российскими лизингами и организациями, предусмотрено 17 миллионов 352 тысячи рублей. Из них 5 миллионов из республиканского бюджета Чувашской республики и 12 миллионов 352 тысячи рублей из федерального бюджета. И в продолжении темы. На заседании кабинета говорили и о бюджете республики. Его доходы за первое полугодие составили 35,5 миллиардов рублей. Это почти на 17% больше, чем в прошлом году. Расходов меньше около 31 миллиарда рублей. По всем составляющим у нас позитивная динамика по составляющим собственных налогов и собственных доходов и межбюджетных трансфертов. Расходы выросли по консолидированному бюджету 18%, республиканские 18,8%. Порядка 14% выросли расходы по социальной сфере. Отдельно хотел отметить, что хорошими темпами росли инвестиции у нас 42% и дорожный фонд 26,5%. Бюджет как консолидированный, так и республиканский исполнен за полугодие с профицитом. 2,8 миллиарда консолидированный и 4,6 республиканский. Госдолг снижен на 519 миллионов. Сегодня глава республики Олег Николаев провел рабочую встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. Говорили о модернизации школ в этом вопросе Чуваши в общероссийских лидерах. Подняли тему предстоящих выборов и борьбы с COVID-19. Возвращаясь к организации образовательного процесса в республике. Олег Николаев рассказал, что сейчас в Чувашии ремонтируют 54 общеобразовательные школы. В деревне Кошмаши Маргаушского района дети пойдут в новосозданные агроклассы. Тем временем страна и республика готовятся к единому дню голосования. Депутатов Нижней палаты Российского парламента и Госсовета Чувашии будут выбирать в течение трех дней. 17 по 19 сентября. Такое решение было принято в ЦИК России в связи с риском распространения коронавируса. Мы ищем вариант решения, когда определяя наиболее такие напряженные точки, усиливаем меры ограничения именно там. Тем самым локализовываем процесс там. Но естественно в это время будем просить всех и жестко контролировать, чтобы там естественно уже такие мероприятия, которые могут спровоцировать дальнейший рост заболеваний, уже не проводились. В рабочем графике главы региона сегодня была и встреча с Бахтиером Холиковым, военным комиссаром Чувашской республики. В ходе которой стороны обсудили подготовку к подписанию соглашения о взаимодействии Министерства обороны Российской Федерации и Кабинета министров Чувашской республики. По порядку обеспечения деятельности военного комиссариата Чувашии и военных комиссариатов муниципальных образований региона. Соглашение позволит синхронизировать усилия по мобилизационной работе и патриотическому воспитанию молодежи в рамках стратегии национальной безопасности Российской Федерации, отметил глава Чувашской республики. Партия «Гражданская платформа» будет стоять первым номером в бюллетене на выборах депутатов Госсовета Чувашии. Сегодня Центральная избирательная комиссия республики провела жеребьевку. Процедура прошла в присутствии представителей политических партий и журналистов. Предусмотрено законодательство и проводится в обязательном порядке. По итогам жеребьевки на первом месте в избирательном бюллетене будет стоять партия «Гражданская платформа», на втором – КПРФ, третьими идут «Новые люди», четвертая позиция у партии «Пенсионеров», «Зеленые» – «Пятые», «ЛДПР – Шестые», партия «Родина» под номером 7, «Единая Россия» – номер 8. Девятая позиция у «Справедливой России» за правду. Замыкают десятку коммунисты России. Избиратель будет выбирать не по конкретному числу, а по конкретным делам. Партия проводит многочисленные встречи с избирателями, доводит информацию до населения, перетворяет эти инициативы в законы, которые идут в массы. Партия «Гражданская платформа» выиграла этот так называемый спор. Мы заняли первое место, и, соответственно, для нас, вообще цифра номер один, первый раз партия «Гражданская платформа» принимает выборы в участии в Госсовет Чувашской Республики. Все было прозрачно и честно, поэтому активно участие приняли почти все политические партии. Я хотел бы отметить, что на этих выборах мы будем бороться только за одно место, это первое место. Отмечу, что региональный ЦИК проводит жеребьевку по выборам в Государственный Совет Республики, по выборам депутатов в Госдуму ЦИК России. Месяц назад съемочная группа национального телевидения Чуваши провела рейд. Проверяли надувные батуты. В этом сезоне исключительно популярное детское развлечение. Тогда, в ходе проверки, наш корреспондент Екатерина Шиверова обнаружила батут без креплений, причем стоял он чуть ли не на проезжей части. Владельцы аттракциона не смогли показать ни единого документа, подтверждающего безопасность конструкции. После того, как сюжет Екатерины был показан в нашем эфире, темой заинтересовались надзорные органы, в частности, прокуратура. И вот сегодня новый рейд. Мы в редакции так его назвали. Батуты, часть 2. В прокуратуре района на основании видеосюжета, показанной в информационной программе Республика, развлечения опасные для жизни, проведена проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации батута по улице энтузиастов. Установлено, что батут размещен без согласования с администрацией города. Необходимая эксплуатационная документация на него отсутствовала. В настоящее время батут демонтирован. Хозяин этого бизнеса вместе со своим батутом сдул с такой скоростью, что местные жители и не заметили, как он съехал. Не видели, когда его убрали? И здесь, да, он исчез. После люди в погонах отправились искать все еще раздутые во всех смыслах бизнесы по паркам и скверам города. Прокуратура Московского района. Национальный телевидение Чувашия. Осматриваем батуты, которые у нас установлены на соответствии требованиям. Вы у нас продавец, да? Да. На этом батуте нарушения не обнаружены, кроме как отсутствие ростомера и весов. Говорят, определяют на глаз. Добавок продавец, он же инструктор по безопасности, несовершеннолетний. Следующий батут сначала оказался безхозяином. Он вообще функционирует или просто так стоит? Функционирует? Да. Когда он функционирует? Его, значит, надувают где-то после шести вечера. Ежедневно после шести вечера? Да. Кто надувает и кого, выяснить удалось благодаря охраннику. Он пальцем указал на владельца. Так, больше как допуслуга. То есть задумка была, что родители приходят заниматься спортом, да? Заниматься или в магазин приходят. А дети в это время могут на батуте попрыгать. Поэтому он в идеальном состоянии, он новый. Так, это не то, что это бизнес какой-то, коммерческий. Надувать батут для нас не стали. Что там под покрывалом, неизвестно. Говорят, выставил на продажу. Но все же показали, на чем держится конструкция. В ходе проверки прокуратуры Московского района надувных конструкций были выявлены нарушения. По результатам проверки будут привиты меры прокурорского реагирования. Екатерина Шиверова, Павел Ракитин, Республика. Охота пуще неволе. Сегодня стало известно, что сезон охоты на пернатую дичь будет продлен. И сегодня же начали выдавать охотничьи лицензии. Отстрел уток начнется уже 21 августа. Как любители пострелять объясняют свою любовь к природе, репортеры Республики разузнали. Господь у нас сохраняется в последние годы в одинаковом размере. На данный момент у нас составляет 650 рублей. При оформлении заявления необходимо охотнику понимать, что если он собирается охотиться, допустим, только на уток и других водоплавающих птиц, то он это может производить в нескольких общедоступных охотничьих угодьях, нескольких районах. Продление сезона охоты радует заядлых охотников. Они утверждают, что огнестрельное хобби ничего общего с убийством не имеет. И вообще речь только о единении с природой. Ну и первобытных инстинктах, которых не чужд и человек. Пусть и из мира гаджетов, компьютеров и мобильной связи. Ну, планы на уточку сходить. Пусть не всегда у нас здоровье уже за столько лет охоты на эти лёгки. Не всегда здоровье позволяет на эти лёгки выходить на охоту. Но вышел на охоту, для меня это праздник. Для него это тоже праздник. Когда ждёшь 8 месяцев, когда откроется охота, в феврале закрылась, в августе открывается. Так мы с того сезона ждём, когда будет открытие этого сезона. Для меня охота – это состояние моей души. Что охота, рыбалка, ну, чисто досуг. Так, вышли на пенсию сейчас. Иногда выезжаем на охоту, на рыбалку. Да, сам процесс, да. Не количество там добытой дичи, а сам процесс нравится, да. На светом воздухе погулять. Попородить стружишкам на природе. Вроде плохо. Очень хорошо. И нервишки успокаивает, и всё. Ежегодно лицензии получают почти 3 тысячи человек. Кому из них удастся успокоить нервы и похвастаться богатой добычей, станет известно уже осенью. Ева Крутого, Наталья Гордеева, Сергей Емельянов. Республика. Тишина. Уже давно этого слова не услышать в современной библиотеке. Тут кипит жизнь. Конкурсы, выставки, мастер-классы и конференции. Теперь так привлекают молодое поколение к чтению, так воспитывают патриотизм и любовь к родине. Сегодня здесь встретились в режиме онлайн жители городов трудовой доблести, официально удостоенных этого почетного звания. С этого года Чебоксары – один из городов, награжденных почетным званием «Город трудовой доблести». 32 города и 32 великих подвига. Межрегиональная конференция – один из способов поделиться памятью, да и просто рассказать об отважных поступках. В тылу. Как это? Когда всё для фронта. Всё для победы. Это дань уважения нашим предкам, нашим соотечественникам, которые в годы войны трудились для фронта. Ведь известно, что в Чебоксарах более 80% всего производства было переведено на военные рельсы. Представители 12 городов огромной страны нашли время, чтобы рассказать о заслугах своего края. Разные часовые и климатические пояса. Мурашки по коже от того, когда видишь, сколько городов России связаны одной конвейерной лентой заводов, жаром пламени доменных печей, брецанием станков и людьми. Людьми труда и подвига. Невольно возникает вопрос, как они это сделали. Сегодня даже просто наладить связь, собрать видеоматериалы – большая работа. Как раз идёт прямая связь с демонстрацией экрана, то есть с прямой видеосвязью, то есть со всеми часами поясами практически, кто смог с нами связаться. Естественно, кто подальше, с Урала, они прислали просто видеозаписи. На связи столица Кузбасса – Новокузнецк. Его так и называют в народе – Кузня. В 20 веке, в годы Великой Отечественной, кузнечане проявили массовое мужество и героизм. 64 тысячи наших земляков защищали свободу и независимость родины на полях сражений. Более 14 тысяч из них погибли. 52 земляка удостоены звания Героя Советского Союза. Руководители библиотек делились друг с другом опытом воспитания патриотизма у молодёжи. В Чувашии организовывают встречи с трудовыми коллективами заводов, работавших в годы войны. Устраивают патриотические мастер-классы и квесты. В библиотеке, в частности, объединение библиотек города Чебоксары, проводят патриотические мероприятия. И сотрудники объединения библиотек работают с молодёжью, привлекают молодёжь на мероприятия такого плана. И очень радостно, что молодёжь присоединяется к таким мероприятиям. Чебоксары, Ульяновск, Санкт-Петербург, Рыбинск, Уфа, Новокузнецк и многие другие города – это одна родина, одна победа, одна доблесть и один опыт. Опыт, который будет передаваться через многие поколения. Екатерина Никитко, Павел Ракитин, Республика. Признаться в любви, не сказав ни слова. Прокричать, не нарушив тишину. В художественном музее открылась выставка «О чём твоя Россия». Репортер Республики Анастасия Братцева была уверена, что и сама прекрасно знает ответ на этот вопрос. На этих полотнах и Маяковский с его и жить стоило, и работать стоило. И такой настоящий сон Веры Павловны без ответа на вопрос, что же всё-таки делать. И что-то от Петрова-Водкина с купанием красного коня. И даже воснецовские царевичи на ковре-самолёте над Крымским мостом в едином порыве. Такая у них Россия. Здесь говорится о нашей России, о нашей Родине, о нашей Великой Родине. При всех своих трудностях нашего времени Россия была, есть и остаётся Великой Державой. 17 беглых взглядов на страну площадью 17 миллионов квадратных километров. Но такие исполненные правды и любви, и чистой веры. В них и есть сила. И пусть кого-то пугающее своим напором и своим неприкрытым патриотизмом, но кто же скажет, что это не дух какой-то и не захочет заразиться таким вот чувством. Приходишь, действительно насыщаешься всем этим. Картины так написаны, как будто бы живая вода. Долго я стояла и размышляла, почему это так художник изобразил, как это так красиво получилось у него. И живая вода, и часовые такие мосты строят, и туманы такие. Ну, конечно, долго стояла, задумывалась. Ну, для себя что-то тоже набрала. Автору выставки, меценату Александру Старых, удивительным образом удалось соединить то, что казалось, и совместить невозможно. И распознать в любви к Родине влюблённость, а в уважении чувство признательности. Вот и Ленин в чистом сиянии солнечного гало. Мы не претендуем на истину только в реалистическом искусстве. Нет, ни в коем случае. Искусство должно быть разным. Лишь в каких-то поисках находится истина. Это однозначно. Но реалистическое искусство является, на мой взгляд, фундаментальным, стержневым, на которое опирались, опираемся. И будут опираться произведения следующих поколений художников. Следующее поколение художников увидит Россию как-то по-своему. И как-то иначе её напишут, не переписывая действительность. Их любовь к ней будет исполнена интимностью, в которой невозможно оказаться лишним. Выставка открыта до 5 сентября. Татьяна Трофимова, Анастасия Братцева, Бахтияр Велиев, Павел Лисицын. Республика. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня всё. Я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Любите страну, в которой живёте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»